Мы с Никитином написали, выдавили Антону Павловичеву предложение, такую бард-оперу небольшую, где все сначала до конца поется. И она так гуляла, гуляла, более-менее успешно. Была поставлена в театре третье направление, был такой на улице правой, потом в Калинине, который теперь дверь, потом перевели на немецкий язык, и в Германии был спектакль на немецком, расхошный он шел. Но в конце концов эту вещь увидел Рейхель Гаусс и поставил ее так, что она идет уже не знаю сколько лет, больше 20, наверное. Без перерыва и все время меняются актеры. В первом составе играли Львов Плещук, Алексей Петренко и Филозов. А сейчас уже на 17-й состав вот Рейхель Гаусс жалуется, что как только какая-нибудь новая актриса начинает играть женскую роль, что зато спектакль она немедленно беременна, очень, и приходится ее менять. Поэтому он варьбу не утвердил на эту тварь и бесплатную. Ну вот, и сейчас несколько начальных сцений из этого спектакля. Там три героя. Философ играл жениха. Это помещик Ломов, 33-х лет, 35-ти лет, который холостяк лезет на стену от того, что ему очень хочется жениться. А рядом живет Степан, Степан Чубуков от стола. И Алексей Петренко. И вдовец, который тоже был бы не прочь жениться на вдовушке. А у него есть дочь Наталья Степановна, которая тоже в девках засидела. Ее бы надо выдать. И вот все это, такая безнадежная ситуация, начинается выдавить Чехла с того, что Иван Васильевич Ломов, а не еще 35 лет, почему-то в Афраке является к соседу Степану Степановичу Чубуков. Голубушка моя, Иван Васильевич, ходите смех. Степан, 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 Чья, Степан, Степан, Чья? Да говорите, что у вас за дело, к чему вы сейфрак, голубушка моя? Зачем душа моя так мужчина? Ведь мы соседи, как-никак, соседи, как-никак, в чем причина? Степан, 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 Чья, Степан, Степан, Чья? Вы не отрели до России, в России приехал, приехал к вам, приехал к вам, приехал к вам А теперь лишь какой-то ничего, чем я услужил побольше, Но, ко мне, так я ничего ники ratio нежелый, приехал к вам армены, Но я приехал к вам, приехал к вам домой Да не размазывайте, ангел мой, что надо говорить те фразы Сейчас Сейчас Простите за то, что слова бестолковых задержат простить меня, Но правда много, вычеркок, это нечем родная родня. Я чувствую с детством, я знаю, наверное, что семьи так чудно близки. Вот я бы приехал просить терзан, а я на Наталье Степанных в руки. Наталье Степанных в руки, повторите еще раз, молодцы, ткадусик, красивые эти слова. Я так рад, что ушел в свою дверь, в боюте, и кругом пошла голова. Так и сразу согласен, Наталье Степанных рассчитывать все же могу. Ну, красавушка, дужик, вы желанны, скорее за ней побегу. Ох, заждалась моя Наташка-женечка, Но ведь не принято, чтобы дядьки сами в бой бросались. Терпи, Колумбушка, терпи, и вот такой красавец, И сразу все тебе в рак и сердце, и рука. Приду домой, меня живет, встречает нежно. Оно, конечно, оно, конечно. Ох, латянское житье, оно, конечно. Оно, конечно, оно, конечно. Оно, конечно, я вдовец, у меня вдовец. Но ведь и в дождьке у нас в уезде опитали, И чувство нежное порой к нам даться впитали, А мы сами как-никак небес сердец. Не, 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 bes. Не, 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 нес. Небес сердец Небесный ламп, Бер, друж editorial встречает нежно. Оно, конечно, оно, конечно. Ох, латянское житье, оно, конечно. Оно, конечно, оно, конечно. Оно, конечно, оно, конечно. Егэ, гэ, 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 шло.